Привет, мои мальчики и девочки! Лёшка Емельичев на связи, Лёха Емельичев на проводе, и сегодня у нас воскресенье, солнечно, хотя и середина сентября, и сегодня я хотел вам предложить воскресную проповедь. Ведь все уже знают, что у нас теперь нет новостей, нет передач. У нас любая передача начинается с проповеди о жизни великих людей, затем минутка гнева и осуждения, и заканчивается всегда заклинаниями по поводу цены на нефть, стоимости рубля, ну и либо каких-либо еще вещей. Так, я тоже решил перенять этот формат и предложить вам сегодня проповедь, которая называется «Работа с НДС в Европе». Привет! Лёшка Емельичев на проводе, Алексей Емельичев на связи, и сегодня у нас воскресная проповедь, которая посвящена работе с НДС в Европе. На самом деле, эту тему мы давно поднимали, я ее поднимал в отдельной лекции, потом я рассказывал о том, как работают с экспортными транзитными декларациями. Вот, и потом мы очень глубоко копали эту тему вот на последнем семинаре в Котке в феврале 2015 года. Если вы хотите, можете пересмотреть, все это есть у меня на ютубе, на канале. Тем не менее, решил я опять эту тему поднять в связи с огромным количеством запросов по этому вопросу. За последнюю неделю я получил, наверное, 4 запроса по поводу, фактически по поводу того, как уйти от НДС при покупке в Европе. Ну, начнем с истории. Лет 5 назад, лет 5 назад, я, меня попросил товарищ дать разрешение, чтобы одна немецкая компания отправила ему какую-то электронную игрушку на мой финский адрес, домашний, домашний финский адрес. И я получил действительно эту вещь, она пришла дичелем, небольшая вещица, в ней лежал инвойс. Я, честно говоря, был удивлен, что в инвойсе получателем стоял не я, а компания Фрэнс Логистикс, моя компания. Вот, в ней стоял мой ИНН номер, ну, номер НДС, ВАТ номер. Вот, и продажа из Германии в Финляндию происходила с нулевым НДСом. То есть, этот прибор, эта игрушка была куплена в Германии без НДСа. Товарищ ко мне приехал, да, все, обрадовался, увидел, забрал ее и увез к себе в Москву. Это было очень давно, и меня после этого немножечко заинтересовало, как таким, как вот так получается, что человек покупает в Европе, не оформляя никаких экспортных, не заявляя никакого экспорта, товар без НДС. Фактически же можно тогда сделать такую махинацию, и потом этот товар, он же находится в Европе в свободном обращении, то есть мы получаем товар без НДС, мы можем его, как бы, продать дальше, ну, за кэш, и, как бы, вот таким образом уйти от НДСа. Я эту систему начал изучать, изучать, и пришел к следующему решению. Значит, если мы покупаем между двумя европейскими странами, то есть фирма из одной европейской страны покупает товар у компании из другой европейской страны, то если она сообщает вот этот ВАД номер, номер НДС, то по закону мы имеем право выплачивать НДС, уплачивать НДС не в стране продавца, а в стране покупателя. То есть обязательства по уплате НДС переходят к покупателю. В случае, если вот мы используем такую схему для товаров, покупаемых русскими клиентами, например, в Германии, то схема работает следующим образом. Мы даем номер ВАД финской компании и немецкой компании, на основании этого номера ВАД они продают без НДС. Вот финская компания делает экспортную декларацию на Россию, эту экспортную декларацию при вывозе закрывает и предъявляет налоговую, эту экспортную декларацию для подтверждения нулевого НДС. Понятно, что схема открытия экспортной декларации, закрытия экспортной декларации, подтверждение в налоговой, она стоит, в общем-то, неких трудов. Поэтому обычно ее, вот эту схему, оценивают там 70-80 евро. Соответственно, если НДС у нас меньше 70-80 евро, то у клиента возникает страстное желание, конечно, эту схему похерить и вывести как бы товар без всяких оформлений. До этого работала ситуация так, что искались финские компании, ну, в том числе эстонские, я знаю, то же самое, искались некие компании, причем существующие реально, узнавался их адрес, узнавался их ИНН. Потом клиент связывался, ну, допустим, с немецким отправителем, высказывал, что он якобы покупает на эту фирму, сообщал НДС, ставил в качестве адреса доставки какой-то адрес, который ему был удобный, ну, в Европе. Вот, и немцы, делая вот такую вот продажу без НДС, отправляли груз, думая, что отправляют на, ну, на финскую компанию, например. После этого через какое-то время налоговая связывалась с этой финской компанией, высылала ей список товара, который был заявлен немцами через Брюссель, там, единый центр. Например, заявлен был немцами как продажа без НДС в Финляндию и просила, как бы, налоговая финская объяснить. Ну, а если нет объяснения, то просто заплатить этот НДС в казну и, как бы, с миром продолжать работать дальше. Естественно, многие компании, которые ни сном, ни духом о такой схеме, они начинали писать налоговую, что знать не знают и слышать не слышали, что какой-то груз в их сторону ехал от этой немецкой компании, ибо компанию никогда такой не слышали, не видели, никаких денег им не переводили, вот. И, как бы, отказываются от каких-либо НДСов даже слышать и думать об этом. Соответственно, после этого налоговая финская заявляла в немецкую налоговую, ну, в Брюссель сначала, а потом Брюссель в немецкую, что НДС не подтвержден с писанием НДС в Финляндии. И, соответственно, заканчивалось тем, что немецкая налоговая шла к немецкому продавцу и говорила, что товарищ дорогой, вот, все хорошо, но у нас, как бы, есть основания предполагать, что никаких НДСов в Финляндии никто не платил. И, вообще, честно говоря, финны вообще первый раз слышат про такую сделку. В результате немцы, как люди крайние в этой ситуации, в результате они все-таки платили НДС, платили НДС, и после длительного разбирательства они ввели и продолжают вводить, то есть кто-то ввел уже год назад, кто-то вот вводит сейчас, кроме номера ИНН получателя, кроме ВАД номера получателя, ну, будем говорить финского, например, да, еще они требуют того, чтобы оплата была от этой компании, потому что если будет оплата немцу от финской компании с номером ВАД, то финская компания потом никогда не отмоется от этого НДС, и немцы будут спать спокойно и ни о чем не волноваться. Именно поэтому последний год, последний год, очень много идет запросов, следующее содержание, что вот мы являемся там какой-то компанией русской, там, трам-пам-пам, покупаем в Германии, ну, например, в Германии или в Польше, или где-то еще, покупаем груз, вот, та-та-та, и нам, наши немцы, просят, чтобы оплата была только из Европейской Союза, ну, а дальше вопрос обсуждается, либо открыто, что мы хотим уйти от НДС, либо российский товарищ начинает вешать лапшу о том, что есть какие-то санкции, что есть какие-то внутренние правила в фирме Германии, и что они могут продать только в Финляндию, что на самом деле они объясняют это все для чего, что просто вопрос об НДС как бы даже не возникал. То есть, якобы не про это они волнуются, а волнуются про то, что немцы не продают, оказывается, в Россию, вот, продают только в Европу, а им надо вот очень вывести. И более того, вот, последние запросы люди называют уже даже цифры, что они готовы загнать денежку на финскую фирму, с офшор, например, вот, а мы проплатим немцам, и вот 3-4-5 процентов они готовы нам за вот неудобства нам заплатить. И что самое интересное, есть такие компании, находятся такие компании, я знаю такие компании, которые ведутся на это, и занимаются, занимаются они, вот сейчас у нас сентябрь, то есть есть компании, которые вот летом этим занимались, и они еще не знают, что где-то в начале следующего года к ним придет из налоговой финской бумажка с большим списком товаров, которые они проплатили и которые якобы по мнению налоговой выкупили для продажи в Финляндии, и предложение оплатить, оплатить НДС, там, в сумме 24 процента. Я думаю, что когда эти компании начнут искать своего заказчика в России, заказчика не будет, и как бы они останутся один на один, вот, с этой большой проблемой. На самом деле, есть такой документ, документ, работа схемы уклонений от НДС, это официальный документ, он издан секретариатом ФАТФ, даже есть адрес, Рю Андре Паскаль, Париж, Седекс, Франция. Этот документ, который рассказывает о схемах уклонения от НДС, он есть на английском языке, я даже нашел его на русском языке, он есть в интернете, это открытый источник, вот, и я как раз сейчас дальше буду рассказывать фактически содержание этого документа, ну, простыми человеческими словами. Ну, первое, то есть мы сейчас переходим к моменту вообще, что это за схема, как это все работает, для чего? Для того, чтобы вам, как клиенту, как подрядчику, как слогисту, как компании, зарегистрированные в Нарве, например, или компании, зарегистрированные в Котке или в Хамине, понимать, что вообще кроется под просьбой помочь перевести деньги на счет европейского поставщика. То есть, чтобы вы понимали, что на самом деле вас просят сделать, и какова ответственность, и как это ловится. Итак, самый главный момент, который вот указан в этом докладе, это то, что уклонение от НДС, на самом деле в Европе, является, не является формой уклонения от уплаты налогов. То есть, вы не уклоняетесь от уплаты налогов, а расценивается это как умышленное посягательство на доходы государства. Вы чувствуете разницу? То есть, вы не просто бегаете, уклоняете от налогов, вы посягаете на доходы святого государства. Ну, на самом деле, начать можно с очень простой вещи, а именно начать можно со схемы, которая используется для ухода от налогов. На самом деле, схема эта очень известная, схема эта рабочая, и схема эта работает уже очень давно. Называется она схема уклонения от НДС или карусельная схема. Еще называют просто карусель. Итак, вот перед нами самая простая, самая упрощенная схема карусельной работы с НДС. Ведь на самом деле, то, что нам предлагают наши клиенты, а именно просто не заплатить НДС немецкой компании, ведь это только первая часть марлезонского балета. Вторая часть, которая напрашивается сразу же, сразу же при таком подходе, это если нам не только не заплатить, но еще и попросить государство вернуть, возместить НДС при эффективной некой схеме. И вот эта схема прямо перед вами. Она называется карусель. Красным цветом это государство в стране, в некой стране ЕС, но, допустим, для простоты это именно Германия. Это дистрибьютор, который белый, обычная компания, плачущая все налоги, вот, на хорошем счету налоговой. Она продает в Финляндию, это компания А, покупатель в пределах ЕС, или еще ее профессионал называет исчезающий трейдер. Это компания, допустим, в Финляндии. Итак, товар продается из Германии, в Финляндии на сумму миллион евро. При этом, как вот я сказал ранее, НДС равен нулю, в связи с тем, что в Европе платит НДС покупатель. если страны разные. Далее, товар продается от компании А, компании Б. В принципе, компания Б, это может быть тоже финская компания, но это может быть любая другая компания. Она продается компании Б, с ценой 950 тысяч евро, и начисляется НДС. На самом деле, мы имеем полное право продавать товар между странами с уплатой НДС в стране продажи. Это никто не запрещает делать. Но с другой стороны, мы имеем право также перекладывать НДС на покупателя. И далее, компания Б опять продает в Германию этот же самый товар по цене 970 тысяч евро с НДС равным нулю. И вот эта схема, почему называется каруселью, потому что, в принципе, эта схема позволяет один и тот же товар крутить по этой карусели бесконечное количество раз. Ну, теоретически. Что происходит, какие преимущества дает эта схема для каждой из компаний? Компания А или исчезающий трейдер, это та компания, которая получает налоговый убыток, начисляет на себя НДС, но не уплачет его государству. Почему исчезающий? Потому что эта компания чаще всего оформлена на несуществующих людей, чаще всего не ведет никакой деятельности и чаще всего пропадает, исчезает по истечении некого срока, некого налогового периода. А вот компания Б это брокер, который, получив груз от компании А с НДС, продает его компании из Германии, уже с НДС равным нулю, представляет документ о возврате НДС под видом законного требования о возмещении этого НДС. Вот это схема карусельного возмещения НДС. У этой схемы есть направление развития, есть куда двигаться, есть некий набор РАЦУК, который улучшает, усложняет и привносит большую степень безопасности для этой схемы. Ну, во-первых, можно ввести брокера, который находится в конце цепочки и экспортирует товар в третью страну за пределы Европейского Союза. Тогда он получает право на возмещение входящего НДС от управления по налогам и таможенным сборам в связи с тем, что он осуществил экспорт этого товара. Второе, можно вторично ввести этот товар в Европейский Союз уже по более низкой цене, причем можно организовать уплату НДС при ввозе таким образом, чтобы эта уплата откладывалась до того, пока товар не попадет в страну конечного назначения. Третий момент, который вносится в эту схему, это то, что, чтобы не допустить конфискацию активов у исчезающего трейдера, буферная компания может переводить деньги за товар от имени этого исчезающего трейдера поставщику из ЕС, так называемое делая платеж третьей страны. Таким образом, при дальнейшем развитии этой схемы исчезающий трейдер может не только не иметь финансовых средств на своем счету, но в принципе может вообще не иметь счета и вообще никаких обязательств по налогу. Теперь рассмотрим какая прибыль получается у этой группы компаний на очень простом примере. На самом деле у нас будет брокер, буферная компания, буферная компания и исчезающий трейдер. Вот вы видите стоимость покупки, стоимость продажи, НДС, прибыль. И вы можете видеть, что каждый круг, который проходит товар по этой карусели, приносит организаторам карусели 17,5% чистой прибыли. При этом если мы вспомним, что при ввозе товара извне ЕС можно добиться отсрочки оплаты НДС и пошлин, а также что можно ввести товар по заниженной стоимости, то мы получаем эту схему работающую без дополнительных средств. То есть фактически это бизнес, который строится на деньги государства и получает доход из бюджета государства. Вот такая вот система существует. Поэтому когда вы слышите предложение заплатить какой-то компании в Германии, например, и выдать ей ИНН, вы должны понимать, что фактически вас используют вот в этой схеме. Все усложняется тем, что в Европе существует масса профилей риска, да-да, именно система управления рисков тоже существует в Европе как ФТС и используется не только в таможне, но и в налоговой системе. И я вам назову сейчас те несколько пунктов, те несколько критериев, которые приводят вашу деятельность моментально в рисковый сектор. То есть как только один из этих пунктов выполняется, фактически на вас обращают внимание. Ну, пункт первый и самый простой. компания быстро меняет товары и сектор деятельности. Второй пункт. Товарооборот существенно вырос за короткий период времени. Далее. Предложения, направленные малоизвестным или неизвестным на рынке компаниям, гарантируют прибыль по сделкам с высокой стоимостью. То есть вы предложили товар малоизвестный или вообще неизвестный на рынке компаний и при этом сразу же получили огромную прибыль. Далее. Повторяющиеся сделки с одинаковой постоянной прибылью. Например, 1 евро за единицу товара при перепродаже каждого товара. Далее. Необеспеченный заем с нереальными процентными ставками или условиями от другой коммерческой структуры. Далее. Указание перевести поставщику сумму, которая меньше полной стоимости, а часто даже меньше указанного в счете НДС. Это возвращает нас к тому, что вот такая карусельная схема не требует вложения денег. Фактически эта схема уводит вас от налога и в результате всей этой схемы вы получаете прибыль в размере НДС. Именно поэтому при переводе, когда карусель только начинает крутиться, то перевод поставщику суммы, которая меньше стоимости товара и обычно составляет меньше этого НДС вызывает подозрения у налоговых органов. Далее. Какие еще риски существуют? Указание о перечислении значительной суммы средств третьей стране или на офшорные счета. Сделки с дорогостоящими малогабаритными товарами. Немедленный перевод средств перечисленных на счет других компаний. То есть как только получаются деньги на счет, они в течение минут уходят на другие счета. Далее. Наличие счетов, которые используют только для получения и перевода крупных денежных сумм. Далее. Общая сумма денежных средств, прошедших через счет, является достаточно высокой. При этом остаток на счете обычно очень низкий. На этом, кстати, погорела одна знакомая моя в Финляндии, которая использовала свою компанию для транзита денежных средств. Далее. Снятие со счета больших наличных денежных сумм. Ну, это понятно. отсутствие обязательных данных в счетах в фактурах, например, таких, как плательщик НДС, дата и так далее. Адрес я могу тоже добавить сюда же. Еще один момент, который сейчас очень сильно муссируется в Финляндии, и я думаю, что вы уже столкнулись с тем, что многие компании в Финляндии сейчас руководство вызывают в банке для дачи показаний, чем они занимаются. Так вот, один из рисков руководство компании осуществляет иностранные граждане, которые могут даже не иметь адресов в данной юрисдикции. Еще один риск. Счета для оплаты за услуги часто не соответствуют деятельности компании. Далее, экспорт товаров или услуг не соответствует обычному рыночному курсу. Далее, использование всеми поставщиками одного и того же кредитно-финансового учреждения для осуществления платежей. Ну, один из вариантов офшорного. Это значит, что 5-6 компаний, которые работают друг с другом, вдруг открывают счета в одном и том же банке, чаще всего в офшорном, и начинают переводить деньги внутри этого банка. И, наконец, самый интересный момент, который я тоже встречал несколько раз, это использование товаров, характерных для определенного рынка, ну, например, предназначенных для Восточной Европы, и вдруг закупаются и продаются трейдерами в Западной Европе. Вот такие вот системы управления рисками существуют в налоговой системе Европейского Союза. И еще одну вещь я добавлю по этой карусельной схеме, то, что, естественно, она искажает данные международной торговли. Представь себе вот такую карусельную схему, которая, ну, работает 50 раз на одном и том же товаре. То есть товар вывозится, ввозится, проходит через брокеров, через буферов, через исчезающих трейдеров, через официального дистрибьютора, и так происходит много раз, на каждом круге мы получаем прибыль от возмещенного НДС, но, соответственно, международная торговля, данная, вот статистика международной торговли, просто полностью убивается, потому что этот товар регистрируется как импорт и экспорт много-много раз. При этом есть еще один момент, этого товара может не существовать вообще. Этот товар может перемещаться через границу вообще только фиктивно, только по бумагам, по бумагам. Кстати, еще один момент, который очень часто просят определенный круг товарищей, и ко мне обращаются с такой просьбой, скрывать не буду, и вот многие форумы, услуги требуются, знаете, такой есть раздел, там очень часто бывает, там просят закрывать экспортные декларации без предоставления товара на границе. Вы наверняка видели такие объявления. Нужна помощь для закрытия экспортных деклараций без предоставления груза на границе. И наряду с такими же объявлениями типа требуется оплата от европейской компании с номером ИНДС на другую европейскую компанию, на самом деле это все происходит по двум вариантам. Либо вопрошающий не понимает, что он делает, либо вопрошающий входит в структуру этой карусельной бригады. Карусель, карусель начинает рассказ, это сказки, песни и веселье. Карусель, карусель это радость для нас, прокачиваясь на нашей карусели. Ну и последнее, что я хотел сказать в этой лекции, это то, что у меня есть несколько знакомых, которые попали в тюрьму вот в результате той или иной карусельной схемы. И вот я просто могу зачитать, какое обвинение и какой приговор одному из моих знакомых был вынесен. Обвинение. Получение прибыли от использования мошеннических схем уклонения от НДС путем открытия банковских счетов, использования этих счетов для перевода денежных средств и придания законности продажам путем выставления счет-фактур с финским номером НДС и искажения бухгалтерской отчетности. Это вот из обвинительного приговора. Я просто зачитал. Ну, это перевод на русский язык. Наказание. 6 лет лишения свободы, конфискацию 3 миллиона 800 тысяч евро, а также пожизненный запрет на занимание руководящих должностей в какой бы то ни было компании. Это вот реальность. Поэтому, когда вы видите объявление с просьбой закрыть экспортную декларацию без товара, закрыть экспортную декларацию товар по товару, который давно вывезен, оплатить за какой-то товар к европейской компании в связи с тем, что отправитель отказывается д-д-д-д-д и так далее по санкциям, а также сообщить ваш АЛФ ВАТ ИНН НДС номер поставщику, а также скорее всего скоро будет предложение заключить контракт с неким поставщиком, потому что товар будет идти через ваш склад или еще каким образом. Все это имеет одну цель уйти от НДС в Европе. Это простая цель, цель максимум, не только уйти, но и заработать на возврате несуществующего НДС. Таким образом вас втягивают в эту схему и таким образом это ваша работа в этой схеме, так как организатор этой схемы не вы, то ваша работа в этой схеме рано или поздно закончится и превратится в работу исчезающего трейдера с таким приговором 6 лет лишения свободы конфискации. и конфискации. Либо второй вариант люди, которые вас спрашивают и пытаются втянуть сами ничего не понимают, соответственно тут еще страшнее, потому что работать в такой схеме с человеком, который сам ничего не понимает и пытается вас использовать в темную это вообще страшная ситуация. А вообще возвращаясь к началу, самый простой вариант для вас это продажа в Финляндию, а потом финская компания, ну, либо в Эстонию, а потом эстонская компания делает экспортную декларацию, закрывает в этой ситуации все честно, все правильно и никаких последствий ни для вас, ни для всех участников этой схемы не будет. Вот в принципе и все, что я хотел сказать в сегодняшней проповеди, в воскресной проповеди. До встречи, до очень скорой встречи, дорогие мальчики и девочки. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok